Сегодня мы начнем с самого, наверное, главного для жителей Хабаровского края, что происходит у нас. Грозят ли чем-то экономике края объявленные санкции? Сегодня у нас в гостях Виктор Калашников, заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития. Здравствуйте, Виктор Дмитриевич. Добрый вечер. Виктор Дмитриевич, ну да, вот сразу начнем. Давайте с вопроса денежного, потому что мы все видели, конец прошлой недели, выходные очереди у банкоматов. Хватит ли наличности сейчас у банков, чтобы обеспечить банкоматы, чтобы можно было снять? Я, например, у меня получилось, ну у меня небольшая суба, которую я снял, но снял. Снял же. Ну да. У меня вообще никаких проблем нет. У меня тоже никаких проблем. Ну я осуществляю там расчеты, все же в магазин-то ходим, поэтому проблем никаких. Ну если так системно ответить, то, ну по крайней мере рубль, он же контролируется банковской системой Российской Федерации, поэтому здесь в принципе никаких проблем не может быть. Все банки, вот сегодня специально мы провели обзвон, все нормально, все работают. Ну да, есть определенный повышенный спрос, но он удовлетворяется, расчеты все проводятся, ограничений нет. То есть получить рубли, если сбережение в рублях, можно будет без проблем в любом объеме? Без проблем, в любом объеме. Другое дело, зачем их снимать? Собственно, из-за этого и возникает ажиотаж, когда кто-то пошел снимать всю наличность. У меня некоторые знакомые решили опустошить свою банковскую карту, да? Не, ну слушай. Мне кажется, самое глупое, что сейчас можно сделать. Но с другой стороны, если человек успокоен... Это неэффективно, это неэффективно, да. То есть зачем снимать деньги, вы их куда? В ящик закинете, под подушку спрячете? То есть когда они у вас находятся на банковских счетах, либо, например, на депозитах, то есть под процент, вы реально теряете. Ну, возможно, снимают, чтобы купить валюту, но мне кажется, вот сейчас крайне опасно покупать. Да, кстати, сегодня в обмене, когда 150 рублей доходили курсы валют, я, честно говоря, очень удивился. Ну, видите, есть определенный, конечно, ажиотаж, и это, да, может быть такая основная проблема. Но, знаете, бывает такое ощущение перед грозой, предштормовое предупреждение. Мы невольно начинаем бояться и невольно начинаем суетиться. Но в такой ситуации лучше действовать совместно, согласованно, правильно, чем хватать какие-то там лодочки, плотики, наносить такой нормальный большой корабль и двигаться. И я бы так не говорил, если бы у нас не было в истории, совсем недавней истории, допустим, события 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Ну, то же самое было, сколько было страхов, да? Ну, видите, еще есть момент, что некоторые подозревают, что вот там один из банков попал под очень жесткие санкции, но он же продолжит работать. Ну, что продолжит, он ее и продолжает, да. Ну, есть, да, определенный вопрос, конечно, расчеты по экспортно-импортным операциям. Ну, просто мы сейчас, да, разбираемся. То есть сказать, что есть какой-то поток обращений наших предприятий, компаний, ну, пока такого нет. Ну, если они будут, вот для этого специально у нас создана, она не создана, на самом деле она работает, рабочая группа по ситуации и управлению, точнее, ситуацией в связи с коронавирусом. Вы знаете, приходят уже сообщения от наших телезрителей на наш редакционный WhatsApp и спрашивают, будут ли работать, точнее, можно ли будет платить банковскими картами в магазинах, потому что вот некоторые наши телезрители уже столкнулись с проблемами оплаты именно по телефону. Один из банков не осуществляет платежи. Ну, все карты, там, санкционные банки, не санкционные, на территории Российской Федерации работают. Вы правильно назвали телефон 122, да? Вот на него просто нужно обратиться, назвать этот конкретный банк, в связи с которым, да, не осуществляется расчетов. Мы просто разберемся. Если сейчас известно, то скажите мне, я запишу, разберемся. А мне кажется, вообще, людям надо объяснить, все решили, что если отключают от SWIFT, там, часть банков, что вот перестают работать банковские карты, это ж вот не так? Ну, SWIFT это, знаете, такая международная, международная система сообщений, на самом деле. Она применяется именно для международных операций. Все, что внутри Российской Федерации, у нас же есть, в конце концов, национальная платежная система МИР, есть своя система SWIFT российская. Она не зависит ни от каких Соединенных Штатов, ни от какого Евросоюза. Она как работала, так и работает. То есть, получается, если кто-то сильно переживает, стоит сейчас просто выпустить себе карту МИР. Правильно? Ну, хороший совет, согласен. Но, с другой стороны, многие переживают, что Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay не работает. То есть, вот здесь могут быть, да, какие-то сбои, потому что технология все-таки не наша? Ну, они же работают. Вы, кстати, пока работаете? Да, давайте вот так рассуждать. Сейчас идет такой непростой геоболитический процесс. Я тоже, как и вы, слушаю, или нет, читая выступления Джо Байдена, представители Еврокомиссии, они много чего говорят. Но, мне кажется, во многом они это делают специально, чтобы нагнетать. Просто нагнетать. Ну, нет хода без добра. Мы уже так привыкли за последние два месяца, что там нагнетание, что, мне кажется, всерьез уже просто никто не воспринимает. Это просто слова. Слушайте, ну, в конце концов, все же работает. Ваша телекомпания работает. Работает. Предприятия работают. Магазины работают. Хоть одна электростанция остановилась. Да все работает, все предприятия работают. Ну, есть, да, определенные, конечно, так скажем, системные изменения. Да, это просто есть. Но, если бы мы этого не проходили, то я бы, может быть, тоже, да, экономист сильно переживал. 14-й год я уже упомянул с коронавирусом. Ну, март 2020 года, да. Глубочайший, на самом деле, локдаун. Я, честно говоря, думал, что мы вообще там в половину упадем. Во-первых, в половину мы не упали. Быстро адаптировались. И 2021 год очень даже успешный получился. Поэтому сейчас, конечно, определенные переживания, да, неопределенности – это все есть. Но мы к этому с вами адаптируемся. Но нельзя доверять слухам. Ну, с другой стороны, я подумал, мы… У нас все так хорошо, что именно поэтому люди могут не поверить. Да, ну, хорошо. Я так не говорю, что все хорошо. Но просто я считаю, что нужно действовать конструктивно. Именно конструктивно. Ну, нельзя, да, раздувать пожар, что все будет плохо. Я вам сказал, что все работают, все получают заработную плату. Вот, да, задача правительства Хабаровского края, чтобы предприятия выплачивали заработную плату. Если у вас появятся проблемы, мы открыты, да, есть соответствующая рабочая группа, обращайтесь, мы будем разбираться, да. И федеральное правительство тоже все выставили необходимые коммуникации. Просто мы это уже проходили. И я не помню случаев, чтобы проблемные вопросы консервировались или не решались. Но требуется, да, определенное время. Вы знаете, вот и масло в огонь поддают, мне кажется, некоторые торговые сети, как один вот из крупнейших наших магазинов, который продает электронику, бытовую технику. Они резко подняли цену у себя в магазине. Вот будет ли это как-то пресекаться со стороны государства? Хороший вопрос. Вот в отношении, конечно, цен, цен на потребительские товары. Ну, я когда ожидал передачи, я уже слышал, да, репортаж, что состоялось уже подписание, да, двух соглашений с Амбери и Амбар. Ну, это специально делается, причем это партнерское соглашение. И руководители торговых сетей понимают, что сейчас нужно цены на определенный период времени просто сохранять стабильными. И с компанией ДНС, да, мы тоже понимаем, что вот они больше запереживали. Реальный товар, который на полках, он что, уже подорожал по поставкам? Этого не произошло. Поэтому с этой точки зрения, да, каждый факт увеличения цен мы будем однозначно рассматривать. У нас есть антимонопольная служба, ну, я не только говорю, там, технику, допустим, бытовую, но у нас есть, там, желающие поднять цену, например, на строительные материалы, да, на комплектующие, ну, с каждым фактом мы просто будем разбираться. Ну, если, допустим, начнут цены поднимать, я извиняюсь, на бетон или на арматуру, ну, а с какой стати? Это все наше, все российское. Ну, и топливо-то тоже тогда получается не должно быть. И топливо российское. А что, цены растут, что ли? Ну, я понимаю скепсис, да, что они у нас регулярно индексируются, но просто есть, да, серьезный, контролируемый Российской Федерацией сегмент, особенно в такой ситуации. Ну, давайте перейдем к самому сложному вопросу. Наше предприятие, причем в основном оборонный комплекс, ну, не секрет, что санкции, прежде всего, направленные на, ну, на нашу обороноспособность, соответственно, если будут отстреливать, то прежде всего, так или иначе, промышленные предприятия оборонного комплекса. Не грозит ли им что-то? Я понял вопрос, да. Ну, во-первых, история или события 2014 года, видите, они не прошли даром. То есть были развернуты программы импортозамещения, особенно в части оборонных отраслей. Поэтому наши предприятия, я прежде всего имею в виду наших авиастроителей, судостроителей, по оборонным заказам, там нет ничего импортного. Поэтому здесь нет никаких вопросов, да. Ну, а если гражданские самолеты, потому что сейчас действительно появилось понимание, что нужно усиливать производство, да, наших отечественных самолетов и, соответственно, комплектующих ним, будет ли, можно ли рассчитывать на увеличение заказов как раз-таки на заводе Сухого, потому что, ну, тот же Суперджет, ну, он как существовал, так и существует проект. Ну, есть зато проект Суперджет 100, Нью его название, который уже построен на новой компонентной базе, имеется в виду на базе именно отечественного производства. То есть там нет зарубежных деталей, или их там минимум, или у нас есть достаточный запас? Очень немного, да. Но двигатель полностью наш, ну, и все остальное, да. Поэтому вопрос, конечно, сертификации этого самолета, проведение испытаний, ну, насколько я располагаю информацией, вот, 23-24-й, ну, а эта ситуация, на мой взгляд, она только простимулирует, да, вопрос быстрого вывода самолета на рынок. Ну, да, вы все смеялись, мне кажется, над системой МИР, когда создавали ее, но сейчас она как никогда необходима стала, да, мы видим. Если честно, я в 2014 году сам даже выпуск «Курня зла» делал по поводу импортозамещения, как бы смеялся над этим, но сейчас вот зашел, простите, в Санбери последний раз, заметил, на целом проверял, у нас практически все есть или собственное, или в дружественных странах, Армения, Беларусь, да. Соответственно, по крайней мере, вот, продовольственный сектор, тот импортный, который у нас был, мы действительно смогли заменить, и постепенно, и что касается карты МИР, у меня самого одна из карт МИР есть, и в ряде случаев она самая надежная, некоторые платежи я могу делать только с нее, она реально оказалась самая надежная. То есть, на самом деле, действительно, вот эти несколько лет не прошли до нас даром, мы научились их самостоятельность, я прав? Ну, это важный урок, я как раз не зря заговорил про конструктив, это вот как раз конструктивный итог событий 2014 года, когда, ну, реально все-таки, да, есть вопросы международной торговли и ее эффективности для глобальной экономики, но есть вопросы устойчивости национальной экономики. И вопрос импортозамещения, да, по критическим материалам, компонентам и товарам, он жизненный, правильно? И он работает, но сейчас, сейчас, учитывая, ну, действительно, сложности именно с Евросоюзом, вот, Михаил Владимирович Дегтярев, вот, он сейчас в Москве, он правильно сказал, что сейчас, с точки зрения возможностей рынка, да, для импортозамещения, согласитесь, больше на востоке страны, в том числе на территории Хабаровского края. Ну, и как раз будет, наверное, разворот в более существенную сторону Азии, мы здесь и транзитный пункт, и полностью. Можно ли, вы знаете, вот, кризисные моменты, они чем интересны, это ведь не всегда все плохо, иногда можно просто сориентироваться в ситуации и извлечь какую-то выгоду, может, и Хабаровский край какую-то выгоду извлечь, например, через транспортировку, через порты азиатские, что-то еще, может быть, развитие советско-гаванского и ванинского портов, вот здесь какие-то вот меры есть, но ведь наверняка, если мы готовились к каким-то таким сложным временам, ну, надеялись на лучшее, готовились к лучшему, Есть ли какие-то планы вот по развитию здесь, вот в этой ситуации? Ну, во-первых, реально идет разворот в сторону Восточной Азии, ну, Азиатско-фехианского региона, Российской Федерации, экономика сюда переориентируется, и это не на словах, ведь мощная инфраструктура здесь развивается. Я, прежде всего, имею в виду модернизацию Восточного полигона, вкладываются колоссальные ресурсы под реальные проекты конкретных инвесторов, да, на которые, ну, ориентируются наши торговые партнеры. Да, это, да, может быть, в большей степени сырьевые проекты, ну, ну и что? Ну, и тогда очень важно для нашего окрая вот те глобальные инвестиционные проекты, которые мы с вами уже говорили пару раз, они не будут заморожены в эти сложные ситуации? Все это будет финансироваться, будет строиться? Давайте так, вот мы сейчас отобрали уже примерно 30 проектов, которые, ну, имеют такую энергосырьевую основу, и это надежные проекты. Ну, глобально, видите, вот эта вот ситуация определенной конфликтности, она ведь все-таки обоюдоострая, правильно, не только же в результате каких-то жестких, да, ограничений будут страдать там российские компании, ну, и наши внешнеторговые партнеры, допустим, Китай, да, который очень много сырья импортирует. Поэтому вот эти сырьевые проекты, даже с иностранным участием, даже с иностранным участием, ну, например, месторождение Чульбаткан, или большой проект по строительству завода по сжижению природного газа, там, в Декасты, да, американская компания «Эксоннефтегаз». Ну, Соединенные Штаты, они, ведь, товарищи-таки, очень расчетливые, поэтому мы пока не видим никаких оснований, чтобы эти проекты остановить. Ну, вот тоже ведь интересно, санкции с санкциями, но если американская или британская, или, да, любая европейская компания вложила миллиарды долларов в развитие, ну, я не думаю, что они будут спокойно сидеть, да, и смотреть на то, как там рушится экономика, как там говорят. Это ведь деньги, и их никто просто так не отдает. Да ничего у нас не рушится, я не могу считать, что у нас рушится. Ничего не рушится, да. И я, то есть, не понимаю, там, проект, тем более с иностранным участием, почему он должен закрыться, если инвестор вложил деньги. Тогда инвестор, не резидент Российской Федерации, выйдет с упреком, да, к своему правительству. Слушайте, я вообще-то на вас рассчитывал, да, вы мне обеспечили определенные гарантии, а теперь я потерял. Не надо забывать, что это мир капитализма, и там вот вложенные деньги. Очень хорошо считаются, да. Спасибо большое. У нас в гостях был Виктор Калашников, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Хабаровского края.